МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте. И вот о чём сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Спасибо деду за победу. Поздравления, тёплые пожелания и подарки принимал сегодня ветеран Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет. Туристов в Дагестане с каждым годом больше. Республику вновь посетило рекордное количество гостей. 13 января журналисты отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии Дня печати ряд республиканских организаций, министерств и ведомств наградили отличившихся представителей СМИ. Среди них и сотрудники телеканала ННТ. Вечер Дуа, посвященный наступлению Священного Месяца Раджа, прошёл в Центральной Джамамичите. Богоугодное мероприятие посетили и наши корреспонденты. Подробности в выпуске. Сегодня 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Ибрагим Паше Садыкову. Его поздравили представители республиканских властей, политики, военные и общественность. Несмотря на преклонный возраст, Ибрагим Паша полон сил и оптимизма. За мужество и героизм, проявленные на фронтах войны, Ибрагим Паша Садыков награждён орденами славы 2-й и 3-й степени, отечественной войны 1-й степени, медалями за отвагу, за освобождение Варшавы, за победу над Германией, медалью Жукова и другими. И без того внушительный список наград героя пополнился ещё одной. Вековой юбилей руководитель региона Сергей Меликов передал ветерану орден за заслуги перед Республикой Дагестан. 1 миллион 750 тысяч человек посетили Дагестан за прошедший год. Такие данные приводит Минтуризм Республики. Это на 200 тысяч больше, чем в 2022 году. На поддержку отрасли в прошлом году было направлено около 800 миллионов рублей. Профинансировано около 70 проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и на создание модульных некапитальных средств размещения. Кроме того, 6 муниципалитетов Республики получили субсидии на реализацию местных инициатив. 13 января журналисты отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии Дня печати ряд республиканских организаций, министерств и ведомств наградили отличившихся представителей СМИ. Среди отмеченных и сотрудники телеканала ННТ. Подробности в сюжете Камилы Мехтихановой. Единственный праздник, когда журналистам можно не трудиться, а отдохнуть. Традиционно в этот день подводят итоги ушедшего и вручают награды отличившимся в работе. Первыми свою признательность прессе выразили в правительстве Дагестана. Среди тех, кто получил благодарственное письмо, было телеканал ННТ. Поздравляю! Возродить премию «Золотое перо» решило в этом году новое руководство Дагестанского отделения Союза журналистов России. Его будут присуждать ежегодно лучшим представителям СМИ по четырем номинациям. Печать, интернет, телевидение и радио. По ТВ-направлению награду забирает специальный корреспондент новостной службы ННТ Патимат Ханапова. Вообще хочется начать с особой благодарности телеканалу ННТ за то, что они позволяют освещать проблемы общества. И хочется сказать спасибо моему главному сенсею и без лукавства лучшему главному редактору, который вообще есть в Дагестане, Арсену Набиеву. Ну и, конечно же, моей прекрасной семье, которая поддержит меня во всем. Ну а что касается награды, признание – это всегда приятно. Но самое главное для журналистов – это осознание того, что твой труд, он помогает решать те или иные проблемы людей, в общем, быть полезным обществом. Наградили сотрудников нашего национального телевидения и в Народном фронте республики за оказанное содействие в освещении проблем жителей Дагестана. За последние годы информационное поле сильно изменилось. У зрителей есть огромный выбор, кого и что смотреть и читать. Теперь уже и в интернете. Но здесь собрались те, кто в этом новом море информации сумел удержать любовь и внимание дагестанцев. В Муфтияти Дагестана подвели итоги деятельности за 2023 год. Мероприятие состоялось в конференц-зале религиозной организации. В ней приняли участие духовный лидер Республики Шейх Ахмат Афанди, министр по национальной политике и делам религии Энри Муслимов, руководители и сотрудники отделов Муфтията региона. В этом году, как никогда ранее, было активное посещение летних курсов во всех мечетях, именно в центральном территориальном округе. Это более 20 661 детей в центральном территориальном округе. За прошедший год в 8 селах, где раньше не делали джума-намаз, не начали совершать, и есть 229 примечательские мактабы. Также важным событием было выставка священных религий природы Мухаммада, в Табасаранском районе, в котором приняли участие десятки тысяч людей. Ответственные по каждому направлению, будь это просветительская деятельность, научная или благотворительная, рассказали о достигнутых результатах за прошлый год. Муфти Дагестана поблагодарил каждого работника за проделанную работу, обратился к ним с добрыми пожеланиями и ценными наставлениями. Я благодарен всем работникам, если так откровенно сказать. Я доволен вашей работой и прошу Аллаха, чтобы Аллах вас наградил. Да, Аллах, чтобы ваши дети вас радовали, чтобы они были здоровыми, счастливыми. Я хочу поблагодарить. За эти пять лет я материально богатым не стал, но благодаря вам, благодаря Муфтиату я изменился. Я на это стал смотреть с другой стороны, и в этом огромная ваша заслуга, и за это вам, Баркова. В завершение встречи работники Муфтиата были отмечены благодарственными письмами и ценными подарками. Вечер Дуа в преддверии месяца Раджа прошел в центральной Джумай-мечети. На Маджлисе были выступления богословов, исполнения нашидов и традиционно Дуа. Мероприятие, организованное по инициативе Совета имамов города Махачкалы, посетило несколько тысяч человек. Среди них гости республики. Айша Тухаева побывала на вечере. Ей слово. Гости из разных уголков Дагестана, а также из Таврополя, Якутии, Башкирии и других регионов страны. Оказавшись на Маджлисе, были удивлены масштабами религиозных мероприятий, которые проводятся в Дагестане. Юная гостья из Якутии поделилась тем, что изучает ислам, а в мечеть пришла для того, чтобы дополнить свои знания и проникнуться атмосферой единства мусульман. Мне кажется, что Аллах, Он им помогает открыться, самопознаться. И вот решили зайти в мечеть. Я, ну, мы с мамой планировали сюда зайти. Ну, или я планирую. Нам, мне было интересно узнать об исламе, много чего. Как тут все происходит, традиции, про Коран, какие предписания им дают и вот все подобное. Я в целом-то давно узнала об исламе, но погружаться в него не так давно. Может, где-то два месяца знаю в этом. Ну, как засобирались, наверное, так начала узнать, наверное, традиции там. Ну, я читала все предписания, которые дают, но не прям углублялась в эту сферу. Гости из Уфы, которые в эти дни находятся в Дагестане, не смогли пропустить такое крупное религиозное мероприятие. Просто подошли к вашему представителю, он в Уфе у нас. И все, далее, как говорится, все по воле Аллаха, нас встретили. И начиная с Устаза, как раз, посещая Муфтия, потом дом Сайтафаны Черкавии, его могилу посетили. И далее по университетам и по центрам, просто вот так, друг за другом. И дошли до Дербента, посетили сподильников, естественно. Узнали о мероприятии. Вот брат Айнур у нас мечтал попасть на Фаджар, сюда к вам мечеть. Он сюда приехал сегодня, исполнил свою мечту. И сказал нам, сегодня проводится мероприятие. Вообще, машало, здесь такой вот дух ислама, дух объединения. И трудно уезжать отсюда. Мы сейчас поедем домой, не знаю, как мы там будем жить. Будем тоже у себя так вот... Мы приедем еще раз. Да, мы вот стараемся вот перенять ваш опыт и постараться туда вот у себя внедрить это вот. Мы очень все под сильным впечатлением от широты, как у вас здесь, в принципе, ислам проповедуется. От вместительности и, так сказать, широты ваших мечетей, от количества мечетей, от того, как работает ваш муфтият, сколько у вас отделов, от того, как устроен ваш российский исламский университет. Мы вот за неделю побывали с экскурсиями муфтият, российский исламский университет, духовный центр имени пророка Иссы. Очень рады вашему гостеприимству, вашей доброжелательности. Хочется приехать еще раз, потому что получать и получать, получать. Действительно, очень благодатный и народ, и земля. Дети, которые пришли на Можли, сами проявили инициативу остаться до конца мероприятия. Кто-то из них отпросился с уроков, кто-то один пришел, кто-то с семьей. Маленькие мусульмане понимают особенность тех священных месяцев, которые начинаются. Слушают проповеди выступающих и даже пытаются их пересказать. Мне сегодня мероприятие нравится, хочу послушать тоже. Уроки сделала? Уроки, да. Так, ну расскажи, расскажи, расскажи. Вы же обычно целый вечер уроки делаете. Нет, у нас учительница добрая, поэтому не так много задала. А что ты ей сказала? Ты сказала, что идешь на мероприятие? Вначале я забыла, что иду на мероприятие, а потом уже она так много тоже не задала. Я желаю, чтобы все молодые ходили на такие мероприятия, чтобы не сидели в телефонах или на улицах, чтобы были внутри мечети. И шарах будет такое. Я пришел в мечеть, чтобы получить знания. Еще тут было чай питье. Говорили, что скоро будет наступающий месяц Раджаб. И еще скоро будет месяц Рамазан и Шарабан. Мне понравилась сцена. Там рассказывают о полезном. Популярные богословы, выступавшие на вечере Дуа, несмотря на большое количество проповедей, которые они дают, находят новые слова и смыслы. Цель которых – привить людям вежливость, уважительное отношение к другим, хорошие манеры, добрососедство и другие важные качества для человека в любом возрасте. Труд волонтеров на таких мероприятиях самый важный. Их усилиями организовывается основная его часть. Выражаю огромную благодарность всей своей команде, с которой мы трудились до утра, до утреннего Азана. Практически мы не спали, готовили. И сегодня днем мы продолжали до последнего момента оформлять нашу сцену, нашу жемчужину Махачкалы, прекрасную джима мечеть. Начался священный месяц Раджаб. Мусульмане благодарят Всевышнего за то, что встречают его в здравии, мире, под мирным небом родного Дагестана. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Мухаммад Малачиев, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Сборная Дагестана по тяжелой атлетике готовится к новому сезону. Впереди Кубок и Первенство России. Первый этап тренировок спортсмены проводят на базе стадиона труд. Наравне с сильной половиной железо тягают и девушки. Корбан Рагимов пообщался и узнал, в каком расположении духа находится наша команда перед ближайшими стартами. Две тренировки в день, настрой победный. Первый в этом сезоне сбор команды тяжелоатлетов подходит к концу. Десять дней лучшие спортсмены республики оттачивали свое мастерство под руководством заслуженного тренера страны Владимира Гетца. Опытный специалист, проработавший в штабе сборной России, приглашен в республику на три месяца. Он поможет нашим наставникам подготовить команду к Кубку и Первенству России. На данный момент в зале около 30 человек одновременно работают. Мы работаем со старшим тренером Гетцем Владимиром Викторовичем. А ребята по Дагестану, Хасаюр, Гербент, Карабудавкенг, Сабнавасилу, Магарамкенг. Они, соответственно, по возможности приезжают на пару дней, уезжают. Но все работают по программе, плану нашего старшего тренера. Да, атмосфера рабочая. Ребята очень серьезно настроены. Всем нравится, работают. Хоть и уставшие, никто не хочет признавать, что он устал. Сейчас у нас 13-го числа завершается этот сбор. Ребята уже чуть подумали, хотим прикидку сделать, выявить, какие результаты, что и к чему. И уже дальше, на следующих сборах будем дальше работать. У каждого из этих спортсменов своя история, путь и цели. В обойме все лидеры сборной. Надежды в тренерском штабе возлагают также и на перспективную молодежь. 14-летний Хамза Пашаев пришел в тяжелую атлетику из борьбы. Здесь он только полгода, но уже стабильно входит в число медалистов республиканских турниров. Больше, как по мне, вид спорта он силовой, мне он больше играется, чем борьба. И, в принципе, я думаю, предрасположенность больше к нему. Моя главная цель здесь выйти на мировой уровень. Честно сказать, мне очень понравился этот вид спорта, я хочу продолжать. Здесь через каждую неделю мы плюс-минус делаем прикидку, чтобы знать, определять веса, получается, чтобы дальше прогрессировать. Наравне с мужчинами к соревнованиям готовятся и девушки. В этом зале Бахтум Салихова оказалась случайна, а первые трудности ее только укрепляли и мотивировали. За год она выиграла чемпионаты Дагестана и СКФО и теперь твердо намерена добиться здесь самых крупных успехов. Я проходила вообще мимо зала, я увидела мельком этот вид спорта. Мне очень понравился вот этот вот грохот штанги, как поднимают вот эту вот штангу, преодолевают вот этот вот огромный вес. Я просто хотела пройти через это и у меня неплохо получается. Я занималась кроссфитом и просто качкой в зале. Но мне это поднадоело, потому что это немного скучно. Тяжелая атлетика – это очень интересно, это очень сильный олимпийский вид спорта. Все, что у меня сейчас получилось, все, что у меня сейчас есть, это, конечно, в первую очередь благодаря моему тренеру Гусенхану, благодаря его работе, упорному труду надо мной и, конечно, вере в меня. Ближайшим стартом наших тяжелоатлетов станет Кубок России среди взрослых. Он пройдет в конце этого месяца в Туле. У юношей на подготовку времени побольше. Перенство России состоится в марте. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова